четыре ошибки всецело иное человечество всецело иное человечество откуда этот термин он идет от лэма от станислава лэма когда спросили что может спасти человечество он кратко ответил другое человечество но я оставлю вопрос еще более жестче потому что время становится атомным еще более разрушительным всецело иное человечество всецело иное человечество то есть мы думаем есть конфликт кризис угроза атомной войны исчезновение человечества война цивилизации это не более чем игра терминов скрытые под теми же биологическими останками развалинами все что было лучше оно ушло от как бы сказал виргель райх аргонных космических энергий энергии юности если вы хотите взглянуть на мир который является вечно юным взгляните на юность без идеологии на юность которая опережает даже смелость анархии нам не нужна старческая молодость мерзость дряблой юности каких-то нелепых политических идей в основе всегда стоит юность сама по себе юнь как таковая поэтому говорить о кризисе большая нелепость даже подлость ведь нет никакой войны цивилизации то что происходит это всегда бесконечный тупик биологической формы которая не может даже с помощью мысли потому что он никогда не мыслила по-настоящему никогда не мыслила найти новый способ манифестации жизни и так тогда почему же так всегда есть четыре ошибки четыре основные ошибки которые до сих пор так никто и не исправил а именно ошибка один человек никогда не анализирует свою слабость свое убожество через собственно человека он всегда говорит как свинья он всегда сваливает на примитивные формы жизни как растения допустим хотя все это не так он всегда разграничивает он создает категории которые якобы дерево но человек по отношению к этому дереву всегда нечто большее вот этот антропо центризм хомо центризм который защищает сам себя и даже самый развитый он всегда будет этой ошибкой которую очень сложно преодолеть потому что всегда когда вы будете сравнивать себя с вернее когда вы будете определять почему так по это произошло вы всегда будете винить бессознательно всех других кого угодно но только не себя то есть во всех ошибках человечество виновата человечество она никогда не понимала то что вокруг она никогда не понимала так называемых чужих я не говорю чужих из космоса я говорю о чужих которые здесь реально существуют иные формы жизни которые абсолютно не поняты наука ничего не дала где те парламенты вещей свободные парламенты вещей которых говорит латур где тот мир взаимопомощи которым говорит кропоткин великий мир который поддерживает сам себя и движет его хрупкость еще больше мягкости вы никогда не думали что твердость которую вы так уперлись она не для жизни то что вы еще живы это только вопрос не лично лично вы уже почти мертвы можно сказать сразу мертвы без рассмотрения этих вопросов не форма важно удержание жизни которая не зависит уже от формы дух душа тело это ваши терминологии никогда дальше этого и вы не продвинетесь на зацикленность на квантовой механике ни к чему не приведет кроме как еще одной формы нового оружия или многих форм категориальный аппарат который проанализирует и создать самые сложные инструментарии для глубин человечества и его высот якобы высот также будут служить средством манипуляции ведь для вас не важно кто диктаторы или самый справедливый на самом деле вам нужно только закрыться от страха больше ничего вот поэтому исходя из этого человек а я всегда не могу себя соотносить с ним потому что я не могу соотносить себя даже с я это просто логическая последовательность а не потому что я считаю себя выше человека да нет я ниже человека потому что я знаю всего низкую сущность соответственно и я есть это но это я борется против вашего я против вашего мы против всех порядков и всех хаоса которые вы хотите мне присвоить как личное даже как субъект мне неважно субъекте я или объект я вне объекта субъекта мне неважно свободен я или несвободен я выше любой свободы и любой несвободы я хочу себя определять без я потому что это честно неужели то что меня назвали так то так то я родился там 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 то мое тело вернее родилось там то там то я должен соответствовать этому в мышлении я мыслю следователя я не хочу подчиняться законам мышления прежде всего которые определяют меня этим я и множеством других я которые мне не нужны являться всем это значит ощущать сразу все чувствовать сразу весь этот мир во все ее прежде всего хрупкости и удерживать жизнь а не становиться сильным и твердым с помощью воли к власти этой самой мерзкой якобы сути происходящего настоящего прошлого и будущего нет больше и лжи чем воля к власти мерзость вечного повышения любых форм за счет смерти других форм вопрос не стоит о пацифизме вопрос не стоит в войне цивилизации нет никаких цивилизаций убогость человеческого мышления на лицо в этом вы можете убедиться прямо сейчас откройте только газеты послушать поэтому если уж мы не хотим чему-то принадлежать то прежде всего человечеству но человечество как проект тот же проект лэма как все целое иное человечество это может иметь рассмотрение но не рассмотрение через ум потому что мы убедились что самые умные ну хотя бы хайдеггер они неизбежно будут после всего сказанного после всех красивостей философских и нового языка новая за они неизбежно откроют черные тетради и будут описывать там то же самое в виде 1984 вот первая ошибка человек не хочет признать что он как человек ошибается в человеке не надо сваливать на чистые формы жизни даже самые агрессивные но которые не являются человеком другой это не то что нас захватывает или входят с нами в контакт для помощи на что-то более более сложно связанные внутри с одновременной простотой вокруг в виде растений в виде неба в виде капель в виде червей бабочек всех других форм жизни которые превосходят человека несмотря на все его якобы величайшие завоевания и эволюции потому что именно человек обозначает смерть мира по его приказу прихоти или философии поэтому будущее философии это без философии вне объекта и субъекта сверх без человека теперь надо перейти ко второй форме ошибки это пустота человек почему-то ошибочно считает что пустота ноль это формы рассеивания и в них нет никакого смысла это закрепилась во всех языках человек обнуленный человек как они называют ложно ничтожен ничтотность вот нет как раз таки вот все что вы называете как вот пустота ноль это не рассеивание а как раз таки концентрация человека самым невозможным в пустотном и всегда ускользающим когда вы обозначаете ничтотность вы говорите не об ничто а самих себя своей человеческой убогости вот этот человек он всегда через произведение искусства не забыв первоначально унизить животных в виде различных сравнений батюшки крыглова для фонтена со своими дурацкими тупыми баснями с этими переносами мерзости собственные на именно животных вот после всего этого он начинает еще и трогать то что он не может не понять не осмыслить не указать этому дальнейшая будочность то есть пустота шуне ничто вот есть нигилизм мы объясняем все через нигилизм и это плохо или может быть и хорошо но тогда это должен быть позитивным нигилизм вот примерно так звучит это все очень глупо нелепо потому что пустота это возможность перехода к тому что не для кого для никого то что открывается именно как не просто возможность а не возможность возможности невероятного ударить сразу но без ваших тупых эпатажных ударов или атомных ударов а в чувствовании абстрактности которая переходит все свои границы сверхчувствование которое нарушает все пределы для того чтобы по иному ощутить жизнь через промежуток смерти смерть не длительна она на самом деле не может быть никаким ни пространством ни временем она не может удерживать потому что она распадается постоянно и рассеивание которое приходит на смену этого она несет жизнь это пустота пустота не вашем понимании как некий вакуум а самое сложное в чувствование и представление гораздо дальше идущие чем мог бы ощутить это в медитациях будда и самые продвинутые движения дзен буддизма я не хочу дальше эту тему развивать потому что на пуста и я бы хотел чтобы просто она закрылась как пустота но не белым или вакуум а просто вопросом вечным вопросом даже то что более вечно и во всей множественности бесконечности тот же самый вопрос пустоты без пустоты отсутствие которое восстает на отсутствие ничто которое возвращается к ничто для ничто к власти чтобы отменить это ничто мы преодолеем нигилизм только после того как мы преодолеем формы уверенности в победных идеологиях философии превосходства ничто к власти необходимо для уничтожения воли к власти ошибка три безумие сойти с ума это не значит зайти с ума человек никогда не понимал безумие все эти психиатрии не дают никакого ответа кроме репрессий никто не выздоравливает потому что никто не болен есть только действие ума направленного на собственное с ума восшествие поэтому сумасшествие это благо то сумасшествие которое не является дефектом остановки как это мы наблюдаем в обыденном мире где просветление сознания практически невозможны но в особых ситуаций которые смертируют и реалируют дальше любых трансгрессий озарение не могут быть даже начальной точкой потому что то что надвигается то что происходит неопределимо немыслимо не обозначим никогда и вот здесь появляется никто его ничьё поэтому когда обыденное или необыденное или гений обозначен безумием это не есть безумие когда его обвиняют он что он сумасшедший капитана хав говорит нет я не сумасшедший я спятившая безумие безумие также может поворачиваться против себя и опережать любые нормы контролировать с еще более четкостью я как ничто иное поэтому общепринятое расщепление я на множество в настоящем безумии не отметается на ворот расширяется с одновременным контролем более точным контролем за каждым я в еще большей степени конкретности каждое я уникальное только в том случае когда полностью исчезнув абсолютно исчезнув абсолютно растворившись оно проявляет себя являет жизнь дальше дальше самого дальше свое время лейнг будучи клиническим психиатром обозначил антипсихиатрию как возможность преодолеть репрессивность неизбежную репрессивность психиатрии это было время шестьдесят восьмых семидесятых годов когда аргонная энергия райха стала определяющей не просто сексуальная революция не просто сексуальность культурной борьбе а вечный июнь которая не подчиняется любым видам консервативной старости мир менялся и был юным в то время вечно юным так позже он останется таким и навсегда поэтому вопрос безумия наиважнейший вопрос нельзя сдвинуться мыслю если безумие не включено если оно не начинает опережать любые просветления и озарения любые трансгрессии и пограничные состояния ума раз ум за разум то и язык за разум заразней не зря поэтому бероз говорит язык это вирус из космоса . к этому вопросу мы неизбежно подводим и понятие зло чудовищ разделение зла зло чудовищ то есть чудовищное это не то что должно вызывать страх ужас оно не должно кошмарить потому что это также возможность для того чтобы заглянуть в глубины зла мгновенно считав их обозначить разделение зла слово эмпатия эффект метафизического переворота когда тьма мгновенно становится светом а свет наоборот мгновенно становится тьмой зло становится еще более злым и то что разделено как зло иное все целое иное становится светом эмп это процесс когда есть эмпатия по отношению к добру которое должно исчезнуть эмпатия последним остатком добра и здесь зло или чудовище зла становится не просто защитником а тем что через его же гибель высвечивается в невероятных сияниях нового всецело иного нового умосознания сверх только неопределимая еще невозможный существует в несуществующем поэтому экстребление истребляется от ястреба и всех живых форм экстребляется от икса как неизвестности абсолютных невероятностей невозможностей для остановки небытия уже вне объекта и субъекта из ничего приходит никто его ничего чтобы обозначить и субъекта с его собственностью как бытием к различным формам существования это и есть существа ни для кого их уже нельзя будет пленить ни одной из форм проклятой воли к власти мы освобождены от этой мерзости как политики так и утверждения любых человеческих ценностей гуманизм можно и превзойти еще более тепловом мышлении если сверх без человек станет чистым сверх без человека внутри нельзя разговаривать не на каком человеческом языке кроме как сверх человеческом но уже где сверх без человека поэтому я говорю не с сумасшествие а сумма восшествие ошибка 4 четвертую ошибку я забыл потому что она настолько скрыта в нас что ее нельзя определить я не могу ее знать нет никакого знания чтобы ее уловить она настолько невыразима и никогда не бывает в памяти что восстановить ее уже никогда никому не возможно ни в прошлом ни в настоящем ни в будущем необходимо то что всегда будет скрываться не в виде истины а в виде самой животворящей ошибки самой жизни которая своей жизнью превосходит все жизни сразу быть живью живее самой жизни это и есть ошибка ошибка которая приводит к падению истин но возрождению правды как жизни правды против правды против всех истин и логосов любой человеческой философии включая сюда и звезды канта животное это не то что самое совершенное но это то что больше этого совершенства это больше чем иные вопросы которые мы задаем к себе они должны ворваться в конце концов но при этом не нужно быть просто подонками мразью пусть останется только тепловое мышление и оно превзойдет все пустота это не то что нам может помочь здесь но на друг это не война это не раздор это не решение человека как господина над миром а решение неизвестности над всеми невозможностями сразу которые проявят себя как единый подъем жизни навсегда это и есть четыре ошибки всецело иное человечество х контакт возможен только здесь здесь и ни в каком космосе неизвестности какую неизвестность неизвестны и они Продолжение следует...